3 апреля граждане Сербии проголосуют сразу на трех выборах – президентских, парламентских и в местные органы власти. По данным соцопросов, их результат практически предрешен. Социалистическая партия Ивицы Дачича и прогрессивная партия во главе с президентом-националистом Александром Вучичем наберут достаточно голосов, чтобы сохранить действующую правящую коалицию. Александр Вучич занимает пост главы государства последние 10 лет и говорит своим избирателям, что коалиция под его руководством многое сделала для страны, а на обвинение в том, что он остался в прошлом, отвечает. Меня не смущает тот факт, что люди говорят «О, ты словно вылез из холодильника». В этой кампании у всех было много медийного пространства. На меня больше всего нападали в Сербии. Значительно отстает от партии правительственного альянса в предвыборных опросах «Единая Сербия» – калиция либерал-демократов и либерал-консерваторов во главе с бывшим начальником генштаба Сербии, генерал-лейтенантом и дипломатом Здравко Поноша. Аналитики считают, что избиратели еще за год до этого знали, за кого будут голосовать. И нынешняя предвыборная кампания мало что изменила. Я не заметил, чтобы какая-то тема выделялась во время нынешней предвыборной кампании. Обычно у нас есть какие-то интересные медийные события – аресты, суды, открытие объектов. Но на этот раз не было ничего значительного, доминирующего. Предвыборная кампания длилась фактически всего две недели. Да и то была омрачена войной на Украине. Небольшой прорыв, правда, ожидается от зеленой коалиции «Мы должны». Перед войной на Украине многие сербы выходили на улицы в знак протеста против бездействия перед лицом экологических проблем.